Продолжение следует... Секундочку, мы найдем волшебную палочку и передадим ее вам. Одно слово, меньше минуты, как мы хранили память о жертве блокады. Это я готовил не к этому выступлению, это уже было несколько лет назад. Самое, что было быстро сделано, это построена Пискаревка. Ровно через 10 лет после победы Пискаревский мемориал был открыт. Но начались проблемы. Звание жителю блокадного Ленинграда было введено в 89-м году. 45 лет два поколения не получило эти звания, одно поколение умерло. Ну, вы знаете, почему это произошло? Мы строили коммунизм к 90-му году, но не получилось. Дополнительные льготы введены тоже были через 75 лет, недавно, так сказать, только в 96-м году. Важнейшие вещи по сохранению памяти, это тома, книг памяти, которые вышли через 52 года первый том и через 62 года второй. Трудно нам сейчас судить, почему так произошло. Да, документы были после войны, они были в архивах МВД, в архивах всего они были. Но, тем не менее, вот так вот мы хранили память. Теперь, что ничего такого не изменилось, но в 16-м году впервые вот на этом блокаде все, что было сделано с 16-го по 23-й год. И первое, что было сделано в 16-м году, это было первое чтение имен погибших блокаду в Санкт-Петербурге через практически более чем 60 лет. Найти было несложно, но я в Петербурге с пятом поколении, я не знал о том, что существует сайт, где все имена есть, что есть это все по домам. И когда я узнал от разума Анатолия Яковлевича о том, что это есть, я сказал, мы будем читать эти имена. И прочли эти имена, так как у меня всего 5 минут, я очень быстро, я обещал и через год выпустил книгу, вот она называется «Конная 10. Память и имя». По-моему, это единственная книга об одном доме, о котором написано все, кто в нем жил во время блокады, кто умер, кто защищал этот город, кем они стали после войны и воспоминания всех тех, кого мне удалось найти. Ничего сложного написать книгу не было, потому что я не писатель и не историк. И когда мне говорили, Юрий Исаакович, у тебя есть деньги, я говорю, ты напиши, я заплачу. Все деньги целы. Значит, вот так вот на третьей фотографии, это как выглядела эта стена, Конная 10, это дом, в котором я родился. Вот все не просто так. Это Конная 10, я в этом доме родился. Первое, что было сделано, снесен сарай. Проходит 7 лет, и сегодня мы увидим еще эти фотографии. Вот видите, там эта стена закончена. Проект Конная 10 память и имя закончен. Закончен физически вот установкой на этой стене экрана в памяти, и к этому мы вернемся. Первый экран памяти открыт 9 мая 2018 года. Он чем отличается от остальных, которых просто написано? В течение каждой 4 секунды появляется новое имя. Все 650 тысяч имен проходят за месяц, начинается снова. Уже 60 месяцев этот экран не выключается, кроме когда отключается электроэнергия. Рядом экран посвящен детям. К сожалению, Зимни рассказала, что будет построен когда-то памятник детям, погибшим блокаду. Но мы все четко должны знать, памятника погибшим детям блокады в городе нет. Есть пионерам, есть защитникам. Вот теперь он будет немножко назван по-другому. Вот здесь имена только погибших детей. 124 тысячи. Каждое имя идет по одной минуте и сменяется другим именем. Значит, 3 месяца весь список проходит и идет по новой. Работает круглосуточно. Конечно, участвовали дети, помогали. Вот это фотографии школьников, которые выбирали имена. Два этих списка отличаются чем? Первый идет по алфавиту Саадая. Второй идет по годам рождения. С 25 по 43 год. Начиная... Вот это были дети. Создан дубль. На всякий случай создан дубль. Он должен был стоять на Пискаревке. Все договорились. Но в последний момент оказалось нет технических возможностей. Дубль стоял, вот этот экран, у меня в офисе. Удалось договориться с церковью, которая находится, с храмом, который находится в Московском парке Победы. Как только настоятель сказал, что он это примет, этот дубль был привезен через два часа и включен прямо там. Он даже удивился, что так это все могло быть. Потому что удлинитель был куплен заранее. С тех пор он работает. Это аналог того, что по-хорошему должно быть на наших кладбищах. Я немножко вперед захожу, этот файл еще будет. Кладбища наши безымянные. Имена мы знаем. А когда ты знаешь имя, и его не хочешь написать, это грех. Вот вы Гранина знаете, он написал. Все бы, в своей книжке все бы я. Мы не находим в себе мужество быть виноватыми. Мы, конечно, есть виноваты во всей этой блокаде. Не мы, там немцы, время и все. Но сохранить эту память об этих людях, которые в нашем городе жили и в нашем городе погибли, и имена мы их знаем. И захоронены они на этой земле, и на Охтинском, и на всех остальных ладбищах. По 50-60 тысяч. Это святое. Я считаю, что это святое. Другие могут так не считать. Так, идем дальше. Значит, минута молчания. Впервые минута молчания в нашем городе по погибшим блокадникам была 8 сентября 2021 года. Трудно было добиться, чтобы это сделали, но сделали. Но как у нас бывает, не довели до конца. Не слышно было этой минуты. Я читал сам, видел фильм о том, как это было сделано в 1965 году, когда вся страна стояла потрясенная тем, что придумали в Москве, когда объявили минуту молчания впервые через 20 лет после победы по погибшим в Великой Отечественной войне. Были стихи, было чтение. И она долго продолжалась. Сейчас она продолжается, но в другом виде. Значит, минута молчания в 1922 году отныне не было ее. Я написал, в чем дело. Написали, а вы не подали заявку. Какой-то вульф должен подать в городе, в котором погибло 600 тысяч населения, заявку на то, чтобы этот город объявил минуту молчания. Я обалдел и на следующий год написал эту заявку. Опять сделали, опять было не слышно. Поэтому о том, что нужно сделать, в конце. Юрий Сакович, а может быть дело в проводах? Она звучала. Последнее, что было сделано, это чтение имен всех в один день, в один час за 20 минут. Вот это последний файл. Это вот тут школы, которые читали 130 школ. И вот они читают. Вот так вот читали имена. Мы сейчас очень быстро идем. И впервые прочитали в 2023 году. Участвовало 13 тысяч школьников, 130 школ. Читали 20 минут. Все имена всех погибших в блокаду. У всех были списки. Комитет по образованию помог это все сделать. Книжка о блокаде, потому что я когда-то написал о своих родных. Это идет повторение, это идет повторение. Это я обещаю написать книжку. Это так я ее писал в архивах ЖЭУ. Это сама. Видите, как быстро пошли. Вот это возвращенные имена. Это блокады. Ну, это, ладно, бог с ним с этим снимком. Это фотография стены. Это фотография вот этого блока. Вот так он выглядел в 2020 году. Это стена. Вот. И сейчас только чуть-чуть ее поправили. Вот видите, там цоколь сделан, порядок наведен и все. Вот так видно в стиле камеры это все. Вот так видно днем. О, мы уже заканчиваем. Это два планшета о семьях двух, которые там существовали, были рядом. Так. Это те школьники, о которых я говорил. Это список погибших, количество погибших детей по годам рождения. Вот эти школьники выбрали вот эти списки. Ну, дома они этим занимались. Все сделали. Но за то, что они поучаствовали в этом деле, их фотографии висели на стене почти два года. Все остальные обзавидовались. А я остальным сказал, они спросили, почему они должны. А потому что они подошли, когда я попросил о помощи. Вот из ста человек подошло только десять. И эти дети получили свои фотографии. Вот это фотографии детей, которые мы можем собрать в нашем городе, если только захотим. Я нашел в эту фотографию конная 10, 38-й год. Вот эти дети, вот они. 24 ребенка, имена их известны. Они погибли и есть в списках этого дома. Вот так, такие их лица. Вот видите, написано Путин, Виктор Владимирович. Вот это вырезка одной из 124 тысяч погибших детей, которые я вам сказал, 60 секунд, имя, отчество. Так, это мы когда записывали аудиоблок. Так, и сейчас мы заканчиваем уже. Вот 8 сентября пробное, сразу бы не получилось прочитать все имена. Три года к этому готовились. Сначала прочитали когда-то 100 имен, потом полторы тысячи, потом 20 тысяч, 300 тысяч. И в конце концов прочитали всех. Но читали хором, чтобы вы знали. Многие не знают, что эта акция была. Что-то отключилось, по-моему. Там последний кадр остался. Ну, это ответ мне из комитета, это неинтересно. Губернатору по минуты молчания тоже это неинтересно. Юрий Исаакович, такой глыба такая, да? И мы понимаем, что я сейчас вас хвалю. Не ругаюсь и не останавливаюсь. А вот последний кадр. Нет, пока. Ну, сейчас уже начну. Значит, заканчиваю свое выступление. Я тем, что мы должны сделать. Вот на этом планшете, который вы впервые увидели, вот этот большой, написано, что сделано по сохранению. А внизу написано, что нужно сделать по сохранению памяти, имен жертв блокады. Я занимаюсь только сохранением памяти, имен жертв блокады. Не всего остального, как бы не касаясь, лучше сделать одно дело хорошо, чем все понемножку. Значит, выделил даже не все варианты, только самое главное. И почитаю громко, потому что последний кадр. На безымянных захоронениях блокадников по всему городу включить круглосуточную трансляцию 6 месяцев всех имен жертв блокады. Аудиофайл существует и включен в двух местах города в 2021 году. Проект «Конное действие памяти имя» закрыт. Недавно, чтобы быть юридически правильно все сделать, открыт фонд памяти имен жертв блокады. Вот этот фонд найдет деньги, которые стоят 5 рублей на одно имя. Юрий Сакович, я начинаю ругаться. 600 тысяч имен и 30 тысяч, то это один элемент, в котором флешку надо вставить, и динамик должен быть, и провод на 220. Все. Это что должно стоять там, где захоронены эти люди, и вещать. Вот то, что вы видели на фотографии у храма, только у храма с экраном. Экран, наверное, наши дети поставят. Следующее. Очень важно для Веры Владимировны. Посмотрите, о законодательстве. Установить законодательно по регламенту ежегодно 8 сентября минуту умолчания. Чтобы не писать заявки, надо регламентом определить, как это должно быть. Что это должно быть во всем городе. Когда-то я об этом все писал. Во всем городе. Чтобы это было слышно. Чтобы люди об этом знали. Чтобы тот, кто хотел остановить машину, чтобы остановил. Ну, как-то это все обговорить. И потом, когда это законодательно примут, никто, ни в каком комитете по социальной политике не будет говорить. Хо, заявку не подали, ничего-то там не решили. Значит, и второе, что я хотел сделать. Чтобы вот то, что дети прочитали два раза в 23-м году, тоже законодательно закрепить. Потому что эти люди погибшие, они достойны того, чтобы их имена читали один раз в год. Прочитали имена, я вам сказал, 13 тысяч школьников из 130 школ. Это каждая пятая школа города. Никто не устал. И все сказали мне честно. Я сказал, вы будете читать, если что-то со мной случится? Они говорят, Юрий Александрович, если из комитета ничего не придет по образованию, мы все равно будем читать, мы будем хранить эти имена. Вот на этом я заканчиваю свое выступление. Спасибо огромное, спасибо. Вот такие вот общественные инициативы, активные, яркие, в чем-то жесткие, но тем не менее проработанные, это приятно. Есть уже с чем работать, да. Я думаю, Вера Владимировна, да, как человек, который сохраняет память, всегда, каждую минуту своей жизни, не четыре раза в год возьмет это на вооружение.